йоу этот влог начинается с того как мы пойдем на трансформационную игру в общем вот этот человек меня затянул туда не знаю что от этого ждать игра длится минимум пять часов так что все покажу делайте выводы можете тоже пойти на эту игру если посчитаете нужным для вас если у вас возникли вопрос если вам понравились вы просто хотите узнать что-то новенькое для меня это что-то новенькое все поехали вот это здание наверняка вы узнаете где-то находится узнали этот знаменитый перекресток мы разрешаем ли выложить любые твои ощущения и видение что-то получше позитивный негативный все равно все да можно это все равно как реклама работает нет конечно людям же интересно правда они вот эта наигранная реклама типа приходите сюда здесь хорошо нет надо показывать и плохие стороны не хорошие ну такая игра да как она называется бегом вот это будем крутить видимо каждому тетради на видим много писать будет очень будет она запускает с любыми запросами материальные по поводу отношений как вы строите отношения в семье личные на работе еще где-то по поводу работу как найти работу как поменять работу в социуме как адаптироваться по поводу денег то есть с любыми запросами игра биграунд запускает то что происходит здесь в игре она будет происходить у вас тоже самое в жизни в жизни у нас размыто у нас также мир дает знаки все вот это нам показывать но мы не видим потому что оно в большом объеме в игре когда игра включается это очень четко видно игра четыре стихии земля вода воздух четыре стихии по краям это стихии где мы набираем энергию да и есть круг который вот тотемными животными у нас завершается тотемные животные это те животные у которых какие-то качества нам нужны 7 чакр как у человека 7 чакр и центральный поток если вы попадаете в центральный поток мироздание уже приняла вас за ваш запрос у нас бывают желания у людей а бывают цели игра принимает также как мироздание принимать и наши желания и наши цели такая себе что хочется сказать начнем отсюда меня зовут люка цель прихода на игру поучаствовать получить ответ на вопрос который меня интересует зубах я первый раз на этой игре супруга теперь запрос у меня такой сейчас такой период жизни когда вздеваемся всеми моментами финансово устаканилась и есть какой-то комфорт хочется этого комфорта выйти и повысить себе рамки рамки финансовые рамки душевные развития хочется дальше есть определенные затвиг в финансах то есть ну как бы вроде бы комфортно все наверное попадают когда вроде бы комфортно тебе не хочется что-то делать и хочется для себя решили потому что я понимаю что можно расти дальше просто сам себе где-то там в голове поставил эти рамки и не понимая не вижу хочу расширить эти рамки самые шумные меня зовут я хочу понять может быть что я делаю не так или так в общем зарабатывание денег не очень умею зарабатывать деньги хочешь научиться это делать эффективно не зависит от меня есть слова по вертикали по диагонали в середине с краю первые три слова которые вам попадутся притом нравятся нам эти слова или не нравится вы пишете себе в титкафон каждый из участников расскажет свое видение не зная тебя они расскажут вообще как для тебя эти слова как они видят эти слова твою дело ты хочешь принимая информацию очень и прямо то есть это ты согласна с кем-то это не согласно но твое дело выслушать как ты думаешь как для любой эти слова обед вера день как ты думаешь как для обед может быть то что нужно слушать свою себя свое тело это не за кушать когда надо днем день все хорошее происходит днем не ночью вера верить себя своего любимого хорошей жизни мне кажется у нее есть вера в то что любой день здесь центральное такое слово до верить и верить вот как она сказала я веру верю в люди не совсем правильно надо поменять позицию и начать верить себе доверять себе обеет у нас желудок умнее мозга если мы лишнее поели или не то поели нас тошнит а вот мозг он тоже обедает информацию определенную получает а день это не только в светлое время суток но и темное и здесь получается тебе надо научиться верить и в плохое и в хорошее то есть и в плохом находить хорошее и тогда вот это обед информация будет усваиваться полностью меня слова поезд здравый и мать очень символичные слова для меня пусть я целью себя ну пусть ты себя создана пусть как на таран есть какая-то цель я иду то есть несмотря на что но есть минус этого я не замечаю в каком состоянии мой поезд иногда он хромает и дальше здравый для меня это не здравый а здоровый это то есть здоровье для меня тоже очень важно слежу за ним постоянно и здоровье очень сильно подкашивается из-за того что характера найти мне люди говорят я иногда не слышу я вот делаю делаю потом когда я болею лежу под капельницей я начинаю анализирует и понимаешь что понимаешь мне люди говорили уже тогда остановись успокойся подожди и иногда это мешает и вот я хочу этот баланс найти мать для меня сейчас сейчас с ней нужно поймать мне определенный баланс заменить энергию отца нет сейчас надо так чтобы у мамы было ощущение что есть мужской плечо потому что для них все равно мы дети до конца не воспринимают что мы можем решить и надо сейчас вот этот момент мне для себя понять как себя правильно позиционировать не где-то не перегибать а вот просто быть хорошей опорой ну я чуть-чуть другой взгляд вам скажу здравое это здоровье у тебя центральное слово все-таки здравое здоровье я бы ассоциировала это здоровье как меру мать это материнское начало это сознание наше у нас есть сознание из подсознания отец подсознание мать это сознание сознание с нами думает разговаривать все остальное она структурная а подсознание но беструктурное когда ты управляешь структурно ты теряешь здоровье ты ломаешь систему поэтому тебе надо найти баланс где структурно где беструктурно даже вот то что ты вначале говорил рамки в беструктурном рамок нет а ты даже умудрился принести их беструктурная а мысль же может гулять где угодно ты и в клетку посадил на рельсы поставим будем так говорить какие-то цели ей дал вот только вот сюда гуляет так дальше не ходи вот тебе надо найти баланс то есть вот это здоровье приобрести меру между сознательными бессознательным потому что мать это материнская сознательная материальный мир а поиск движения нам дает бессознательные мысли наши дают движение не первично и вот когда ты найдешь эту меру тебя и со здоровьем будет все в порядке поливнее с родителями и с бизнесом тоже горе и вере сначала сначала такое какая-то старая такая чашка а потом я думаю почему не сразу чашка у меня потом сразу вышло море дно океана и оно такое красивое и не веря но наверно что не верю в себя как ты думаешь как для же 5 эти слова рассказывая в общем но это она связь себя ассоциирует то есть заниженная самооценка не веря это вот свою самооценку горе для меня с этим работая очень много времени уходит и ничего там страшного нету не знаю как показать может быть если это он здесь ага ага это все ясно 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 ну здесь центральное слово горе кстати аггг но никто не сказал горе то бывает от ума аггг аггг когда очень много мыслей в голове и они запутаны отсюда попадает неверие ты начинаешь искать точку опоры на чё бы опереться на какую из них опереться Тут баха попадает и еще что-то А надо научиться опираться на себя То есть вернуться в реальность И смотреть от реальных событий То есть встать твердо на дно Вот эта точка опора Она в тебе Когда ты опираешься на себя И когда ты тут четко находишь Тогда и неверие И горе от ума все это проходит И наступает развитие Благодарю Мы идем дальше Три попытки То что я озвучивал То есть могу проговаривать Да Ну вот цель какая-то Запрос Выйти из зоны комфорта Повысить чек денежный Так давайте что-нибудь одно Потому что это уже два Выйти из зоны комфорта Это не цель Вышло дальше что Вот смотри Это как раз таки к цели не относится Это называется от проблемы А надо к чему-то Повысить чек Хочу повысить свой доход Свой доход Ух ты Не твое Не мое Категорически Категорически Притом не твое Подумай что у меня по-другому У тебя еще две попытки Говорит это не это для тебя сейчас самое важное Ага Наладить отношения со своими друзьями Не хочет Окей Ну оно хотя бы рядом Ближе Ближе чем то Ага да Да Значит еще что-то есть Еще что-то есть Быть уверенным в себе Ну так давайте попробуем Встать Встать Уверенным в себе да Нет Ну тоже Не совсем Какая у нас игра Закрытая сегодня Так идем дальше Вика в игре Двое в игре уже Я хочу эффективно зарабатывать деньги Скорее всего надо по-другому сформулировать Я хочу научиться Учу птиц Три Ну все равно Три Хочу научиться На этом Не Нет Нет Ну что-то вокруг этого Что-то вокруг этого Да Ща войдем Сейчас войдем Щас войдем В этот запрос я вспомнил Хочу проработать Быть готовым как сосуд Хочу стать Хочу стать Нет ну видите Хочу встать, не получилось, это не мое желание. Хорошо, мы готовы. А, ясно, 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 ясно. О, я же говорю, отлично, отлично, отлично. Крути барабан. Сразу, да. Угу. Ты в центральный поток сразу попадаешь и на первую точку центрального потока. Есть. Все, поздравляю. И мироздание тебя, видишь, берет, оно действительно говорит, что для тебя это вопрос первостепенной влажности. Оно тебя сразу даже в центральный поток запускает. Угу. Но с этого потока еще десять раз слететь можно, ну, на определенный уровень. Оно как раз покажет, где у тебя, почему ты не готов. Интересно. Да. Что я хотел оставить, и меня ассоциирует с тем, что сегодняшний день это был какой-то определенный трамплин, и я через что-то, мне что-то не то ли мешало, или я набрал со смелости перепрыгнуть, понять, осознать и идти дальше. Угу. То есть, были какие-то препятствия в голове, может быть, есть, и вот сегодняшний один из таких возможностей перешагнуть. Ага. Следующее, наверное, это вот это, это гармония, это та вот свобода, внутреннее какое-то спокойствие. Угу. То есть, вот то, что вы говорите, внутреннее спокойствие должно быть и через гармонию дальше решать определенные задачи. Следующее, здесь я вижу, может быть, уже голова ассоциирует, ну то есть, мысли идут туда, что это дюбек, это я, правда не похож, но и почему-то мне кажется, что в руке он держит скрипку, не ребенка. Чего он держит в руке? Ребенка. Ребенка? Да, да, да. Что дать? Не скрипку. Я не подумал о скрипке. Ага. Значит, это состояние подсветилось. Да. Вот я тоже не думаю, что это не зря. Интересно. Туда. 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 Потому что, когда люди дают тебе отзывы, ты же видишь уже с разных сторон. А когда ты даешь уже со своим мнением, тебе и будет относить на твоего мнение высказана позиция. И второе, что мне нужно обращать внимание на интуицию. Хотя мне уже говорили люди, что я умею управлять этим. Но я не мог понять, я запрос отправлял. И вот на игре, пожалуйста, нашел ответ. И мне надо просто сейчас к этому сфокусироваться и постоянно практиковать. Да. А интуиция, вы с тобой сказали, это введение, осознанность, понимание. Значит, практиковать что надо? Осознанность. Осознанность. То есть, находиться здесь и сейчас. Да. Здесь и сейчас. Сразу скажу, что сходить мне стоило. Потому что 5 часов была плодотворная работа над собой. То есть, если мне был бы выбор сидеть дома, залипать в телефоне, в инстаграме, либо идти развиваться, я, наверное, сделал правильный выбор. Во-вторых, это плюс. Минус то, что 80% мне было немного скучновато. То есть, то ли из-за того, что эту информацию я где-то уже читал, видел, слышал. Но 20% меня, конечно, поразило. Что вы понимали, о чем идет речь? Интуиция. Вот как почувствовать интуицию? И там был момент, когда ты бросаешь кубик. Представляете, кубик должен тебя впустить в игру или не впустить. Верьте, не верьте. Короче, это ваше решение. Но, когда я задал вопрос про ребенка, я внутри почувствовал, что вот этот вопрос мне очень, ну, на самом деле, очень тревожит. И я это почувствовал, когда я кинул. И кости меня впустили в игру. Тогда я понял, что с таким чувством я встречаюсь не первый раз. И я понимаю, что, оказывается, внутренняя интуиция мне иногда подсказывает. Пишите в комментариях, какие игры вы играете, такие развивающиеся. Может быть, вы ходили на подобные такие игры. Расскажите подробнее. Напишите свои комментарии. Мне будет очень интересно сходить. Мы любим с джебекинг экспериментировать. А сейчас подписывайся на канал, так как следующий влог выйдет про квартиру. Я уже говорил, что мы ищем квартиру. И у меня появилась новая рубрика. Называется она «Новостройки или вторичка». Я рассказываю все плюсы и минусы. Нахожу хозяев, которые живут в этих домах, в разных строительных компаниях. И рассказываю плюсы этой компании и минусы. Так что подписывайся на канал прямо сейчас. Ставь колокольчик. Увидимся скоро. Все, пока.